Юные экологи, художники, дизайнеры, мастера с умелыми руками растут и воспитываются в Ямальском центре внешкольной работы. Итоговая выставка – это каждодневный кропотливый труд педагогов и их воспитанников на протяжении 9 учебных месяцев. Рисунки, поделки, картины, объемные работы из различных материалов и в различных техниках были выставлены в холле ЦНК. Чем еще запомнилось отчетное мероприятие, узнаете из материала Антонины Сирасховой. Подходит к концу учебный год, а это значит, пора подводить итоги образовательной деятельности. В Центре национальных культур прошел отчетный концерт Ямальского центра внешкольных работ. Поздравить коллег с окончанием учебного процесса пришли педагоги и воспитанники детской музыкальной школы. Праздничное мероприятие продолжает показ мод представителей народов Африки. Туда зрители смогли попасть с помощью машины времени, которую соорудили воспитанники центра. Тем самым гости праздника смогли побывать в разных странах. Здесь же на сцене юные экологи продемонстрировали, как можно сделать зубную пасту для африканского слона. Следом ученики танцевально-хореографического отделения исполнили латиноамериканский танец. На отчетный концерт пришли родители, друзья и одноклассники воспитанников центра. Ну а сами ребята и их наставники всегда стараются представить свои объединения интересно и ярко. Этот год у нас был очень плодотворным. Много новых объединений у нас открылось, новые направления. Это авиамодельное творчество, резьба по дереву, плетение из различных видов материалов. Те объединения, которые у нас уже много лет работают, те объединения вводят новые виды деятельности. Я хожу на танцы и на рисование, но мне нравится рисование и танцы, потому что на рисовании музыки мы рисуем по рисунке, тоже некрасиво у нас получается, а на танцы мы изучаем новые виды. Воспитанники и педагоги Ямайского центра внешкольной работы являются победителями и призерами международных проектов, всероссийских конкурсов прикладного и изобразительного искусства, участвуют во всех окружных и районных мероприятиях. Результат их трудов впечатляет и не оставляет никого равнодушным. В этом можно убедиться, побывав на выставке работ в Центре национальных культур, а также в самом Центре дополнительного образования. Сегодня в Ярселе и поселках Ямайского района в 31 объединении занимаются 1356 детей разного возраста. В этом году мы начали работать с Малой академией наук «Интеллект будущего», то есть на базе Центра внешкольной работы действует филиал. В рамках работы этого филиала у нас проходил конкурс исследовательских работ и проектов, и все эти работы сейчас отправлены в округ для дальнейшего участия. Центр внешкольной работы очень нравится, преподавателям нравится. Самое главное, ночь мне нравится ходить, значит, люди там добрые. Уличные какие-то достижения, да? Достижения? Да, рисовать любят. Все больше и больше. Да, и на танце, все очень приятно. Ну, истинно, хотелось бы помещение пошире, попросторнее. Там им танцевать, для них не значит. Система дополнительного образования уникальна и своеобразна в том плане, что ребенок может попробовать себя в различных видах деятельности и найти то, что больше нравится и лучше получается. А педагоги Центра внешкольной работы с удовольствием их поддержат во всех начинаниях. И хотелось бы поблагодарить всех наших педагогов за их энергию, за их энтузиазм, за их труд, за их преданность в профессии. Потому что помимо своей основной работы на их плечи еще ложится много-много-много всего. дополнительного, это и участие во всех уличных мероприятиях нашего поселка. Антонина Сирасова, Дмитрий Конышев, Ямальское телевидение. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...